Девушки отдыхают М48А2 За 15 тысяч нам предлагают целый наборчик Это машинка с камуфляжиком прикольным, красивым Да, действительно, камуфляжи не сильно я почую Но, ребят, данный камуфляж мне действительно нравится Он прикольно смотрится на данной машине В комплекте нам повалили целых три контейнера мистических Вложили за 15 косарей голды к этой машинке Камуфляжик, про который я говорил Аватар, который я вообще не считаю никакой ценностью Открытое все оборудование, за что отдельное спасибо И место в ангаре На этом, ребят, все Что же касается более бюджетного Как я говорю, для нищебродов За 12 с половиной тысяч Вам могут дать ту же самую машину Без всех этих причуд Но исключительно сам трактор Вот и не более того И, кстати, ребят, согласитесь В данном случае термин трактор Подходит сюда как не есть Кстати, потому что есть даже ковш Вот, но единственное что Данный ковш, он, в принципе, вам Но, как бы, ни к чему Объясню сейчас, почему Дело в том, что Многие ошибочно считают, что данным ковшом можно танковать Нифига вы танковать этим ковшом не будете По одной простой причине Потому что это экран В толщину 30 миллиметров То есть, типа, защита от фугасов Не более того А капываться, кстати, ребят, он тоже не умеет Поэтому это просто такой вот Прикол, нарисованный на танке И не более того Может быть, где-то что-то От какого-то фугаса как-то спасет Но, поверьте, никто особо сюда фугас вам бросать не будет По одной простой причине Потому что этот фугас Можно запросить, допустим, вот сюда Вот в башне, там где 122 миллиметра С учетом приведенки Или вот сюда, вот там где 112 миллиметров Можно попытаться закинуть фугас В корму вообще красота фугасы заходит Мама не горю Поэтому в этот ковш особо целиться не будут И да, ребят, если вы этот ковш снимете И вот пробив этот ковш Попадаете вот сюда вот В эту великолепную по форме мордочку Она действительно прикольная Должна типа рикошетить Но опять-таки, ребят Самое крепкое То, что я здесь насылал 165 миллиметров брони С учетом приведенки 124 без учета приведенки В нижнем бронелисте Что же касается Самого крепкого, что здесь есть Это вот эта вот часть Маска орудия Действительно классная С учетом Всего-всего-всего Приведенки там и так далее Получается 282 миллиметра Но зачем сюда целиться Если можно просто вот сюда вот фигячить его Ну или в конце концов Вот эту командирскую, да В командирский лючок Вот сюда накидывай Мама, не горюй Размеры такие Ну, сказка По-моему, на дальних расстояниях Даже бабаха может выцелить Вот это вот Если повезет Пока этот товарищ будет стоять Что же касается По техническим характеристикам Машины То по орудию Все довольно-таки Прикольно Казалось бы Потому что для Восьмого левела Вроде бы Классное сведение В... Ой, простите Сведение, господи Время перезарядки В шесть секунда Я думаю, что если поставить Оборудку То будет даже меньше И урон В виде Двух с половиной тысяч Двухсот ДПМ В минуту Ну просто вообще Красота и песня И вроде бы Среднее бронепробитие Классное А вот средний урон Как бы Ну, я бы сказал Что не очень хороший Потому что Можно было бы дать Немножечко больше С учетом его картонности Но, наверное, здесь Я уже больше придираюсь Чем, ну, искренне говорю Прям совсем про всем Точность Что касается углов склонения Вниз Вообще уныло Минус 9 Может быть в бою Это и не чувствуется Но, ребят С учетом вот этой вот Фигулины сверху Ну, могли бы наградить Чуть большим, да Склонением вниз Как-то прорисовать По другому машинку Но для того, чтобы Хотя бы дать возможность Вот это Хоть как-то чуть-чуть спрятать За силуэтами Самой башни А так От башни отыгрывать Я думаю Будет не очень комфортно В любом случае Ребят Самое большое Смущающее Из вот этих вот Всех вот показателей Меня смутило Время сведения В почти 4 секунды Мне кажется Долговато Но, опять-таки Я эти вещи Как бы зацениваю Вот так вот По цифрам Очень, знаете На глаз Потому что в бою Бывает такое Что и не чувствуется Абсолютно совсем Врать не буду Данной машины У меня в ангаре нет Поэтому, ну как бы Не могу объективно сказать Насколько он хорош Или не хорош Я высказываю свое предположение И субъективное мнение Что же касается Самого ценника Ребят Я считаю Что за такую машину Которая Исходя из вот Показателей бронированности Явно Явно Ребят Не является Супер живучим товарищем В бою Может быть На STLT направлении Он как-то Что-то еще там Показать может Но мне кажется Что против тяжей Бодаться ему Однозначно Противопоказано Так вот Ребятки За 12,5 тысяч Голды Да еще и Накануне Грядущего Новогоднего Аукциона Я думаю Что это будет Ну слишком Слишком платить 12,5 тысяч За данный аппарат Но здесь уже Решать вам Я никого не Отговариваю Просто высказываю Своё субъективное Мнение И я лично Ну как бы Не считаю За необходимое Разменивать Свою золотую Копилку На приобретение Данной машины Я мог бы Зайти с другого Аккаунта На котором Есть у меня Эта голда И приобрести его Но я этого делать Не буду Не нравится мне Ни сам аппарат Ни честно говоря Ценник на него По-моему Он уж очень Очень сильно Завышен Что же касается Второго интересного Предложения Которое завезли То от этого Предложения Начало Но только наверное Больше от негодования Чем от Предвкушения И желания Приобрести Смотрите Завезли контейнеры Топовая коллекция Контейнеры Действительно Уматывая Ребят В любой Какой не заходишь Смотришь Что у него внутри Понимаешь Что у него внутри Там допустим Десятка С вероятностью Двадцать пять процентов То есть В принципе Одна четвертая Шанса Того что вы Можете Можете выбить себе Одну из годных машин Допустим Тот же самый АМХ Тридцать Б Кому-то Очень-очень Неплохо заходит Я знаю ребят Которые его хвалили Мне как-то не очень Но честно говоря На вкус и цвет Как говорится Согласитесь С вероятностью Двадцать пять процентов Отхватить что-нибудь Годное Почему бы и нет Но ребят Ценник Ценник Просто чума Реально Давайте так Двадцать пять процентов Вероятность выпадения При этом в наборе Восемь контов Из этих восьми Контов Из Получается Трех четвертых Вам вообще Ничего не выпадет Получается Из одной четвертой То есть ребят Всего лишь Из двух контейнеров Вам выпадет Какая-то машина Наугад Из остальных Контейнеров Вам с вероятностью Семьдесят пять процентов В основном Выпадет Машинка Ну в смысле Не машинка А компенсация Голдой Но если вы Рассмотрите Это предложение В разрезе Допустим Одного контейнера Давайте возьмем Контейнер Который меня Допустим Больше всех Заинтересовал бы Меня больше всех Заинтересовал бы Либо чифтейн Тот же самый Ну либо Клинок Вот клинок Действительно Песня И его Хотят многие Ребят Двадцать пять Баксов И вот смотрите Если вам выпадает Не машина А выпадает Ну как бы Голда То получается Что вы купили Восемь с половиной тысяч Голды По самому невыгодному Курсу Какой только Можно себе представить За двадцать пять Баксов Купить восемь с половиной тысяч Голды Ладно Хорошо Фиг с ним Скажете вы А если мне выпадет машина Еще лучше Если тебе выпадет Клинок То ты купил Клинка За двадцать пять баксов Ребят За двадцать пять баксов Ну купить клинка Как бы Дороговато Да Давайте будем говорить Откровенно Данную машину Можно купить Голую лысую Без всяких там Приблуд Типа там Аватаров И всей остальной Дребедени За двадцать тысяч Голды А то бывает И меньше Мне кажется Что на каком-нибудь Типа новогоднем аукционе Если эту машинку Выставят Я думаю Что ее можно будет Отхватить тысяч За восемнадцать Потому что Не у всех есть Огромное количество Золота Чтобы разбрасываться Двадцатью косарями Золота Так вот Ребят Если вы смотрите Допустим Контейнер Который Чутка будет Подешевле Давайте возьмем Самый вот этот Дешманский Для нищебродов М60 Всего лишь За десять долларов То тогда Вы получаете Либо пять тысяч Золота За десять баксов Но это получается Все равно невыгодно Если бы Хотя бы Семь Семь с половиной Тысяч Баксов Ну Семь с половиной Тысяч Золота За десять баксов Окей Хорошо Соглашусь Еще хоть как-то Нормально И за десять баксов М60 Ну Тут как бы Тоже знаете На очень-очень Большого любителя Короче говоря Ребят На кого рассчитано Предложение Я не знаю Наверное На сына Какого-нибудь Арабского шейха У которого денег Ну просто таки Куры не клюет И он готов Сто баксов Вывалить За восемь контейнеров И пощекотать себе нервы Ну типа знаете Как сто рубасов Выбросил Ну и Не заметил абсолютно А я допустим За сто баксов Могу Что я там могу Могу квартиру оплатить Да Вот Так чисто по приколу Поэтому я честно говоря Когда увидел это предложение Не совсем понял На кого она рассчитана Я понимаю конечно Что Это коммерческий проект И игра должна приносить Деньги разработчикам Здесь вопросов нет Я ничего против не имею Но ребят Ценники Ну просто таки Какие-то заоблачные Покупать Не покупать Опять таки Безусловно решать вам Но я бы честно говоря Ну не хотел себе взять Допустим АМХ За Те же самые 20 долларов Я считаю что ему Золотая цена Этому АМХ Ну вот прям Если совсем руку на сердце Положить Ну 1017 Это вот вообще Такое знаете Ну потолок потолковый 17 тысяч золота Сколько там в долларах Каждому свое Я считаю что Я считаю что 1 доллар Это косарь голды Соответственно 17 тысяч золотом Еще куда не шло А за 20 баксов Получить 7 с половиной Тысяч золота Ну это вообще Честно говоря Кощунство какое-то Положили бы сюда Хотя бы больше Может народ Больше бы заинтересовался Ну это мое скромное Субъективное мнение Возможно ребят Я не прав Возможно Надо мыслить Как-то по другому Если вы со мной Не согласны Обязательно пишите В комментариях Я же высказываю Субъективное мнение Ну а если вы за честные обзоры Пожалуйста Подписывайтесь на мой канал Я снимаю только Честные видео В которых ни в коем случае Не буду рекомендовать вам Ничего приобретать Из того что может Потенциально вас расстроить Но я максимально Буду пытаться Сберечь вашу голду Чтобы вы не потратили Ее на какое-нибудь Извините Фуфло Вот такое вот мнение Субъективное По поводу товаров В магазине Пишите комментарии Подписывайтесь на канал Возвращайтесь на канал Я буду вам Безумно благодарен И безумно рад На данный момент У меня все Всех благ Всего хорошего вам Мира Ну а главное Спокойствия Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok